здравствуйте дорогие друзья это кулинарная передача готовим и я ее ведущий владимир мухин студент третьего курса педагогического направления института международных отношений знаете я очень интересуюсь историей золотой орды и чтобы разобраться в этой теме я пригласил в нашу студию доцента кафедры истории татарстана антропологии и этнографии ленара фергатовича абзалова здравствуйте володя здравствуйте сразу большое за приглашение спасибо вам что пришли ленар фергатович обзалов родился в буинске окончил факультет истории татарской филологии и восточных языков татарского государственного гуманитарного института аспирантуру в казанском государственном университете кандидат исторических наук тема диссертации официальный письменный язык и канцелярская культура улуса джучи доцент кафедры истории татарстана антропологии и этнографии высшие школы международных отношений и мировой истории институты международных отношений казанского федерального университета автор многочисленных монографий статей учебников и учебных пособий ленар фергат мы сегодня будем готовить студенческое блюдо расскажите пожалуйста у вас есть какое-то любимое студенческое блюдо так но у меня каких-то особых кулинарных предпочтений нет я люблю все наши традиционные блюда в особенности я люблю картошку во всех ее формах как говорится сегодня мы как раз таки будем готовить жареную картошку но я предлагаю начать давайте тогда я возьму на себя лук а вы картошку да согласен вот пожалуйста давайте сюда ближе так уже начищены ленар фергат какие самые яркие воспоминания студенческой жизни конечно же студенческая жизнь это не только учеба но пожалуй самые яркие воспоминания это день первокурсника наверняка и то как мы готовились ко дню первокурсника день первокурсника проходил а в униксе уже в униксе и мы очень серьезно к этому относились я думаю нынешние первокурсники очень ответственно к этому делу относятся и для того чтобы у нас картошка не потемнела нужно я думаю водичку добавить или можно было прямо сюда так вы всегда хотели стать историком то есть это еще со школы ну я бы не сказал скорее так так произошло и я достаточно успешно сдал экзамены и в конечном итоге стал историком по мере обучения как говорится затянуло и дальше я поступил в аспирантуру на кафедру истории культуры татарского народа под руководством профессора мир косыма благ отвечу смору это один из крупнейших историков нашей республики источниковед и естественно он занимался проблемами золотардынского источниковедения его докторской диссертации так и называется актовые материалы джучего улуса 14 16 веков то есть он вас к этому направлению подтолкнул да дело в том что и дипломная работа у меня была связана с золотардынской тематикой духовная культура золотой орды в российской историографии ну и как бы в продолжении этой темы он мне предложил работать по канцелярской и письменной культуре улуса джучи или золотой орды володя хотел сказать что мы конечно же в студенческие годы с картошкой так не церемонились да мы не резали на такие мелкие кусочки так как нужно было быстро быстро все это сделать времени да я все резал достаточно большими кусочками в студенческие годы в общежитии жили до жил и в общежитии жил и у родственников я жил в шестерке наши студенты казанцы кто учился в или же студенты казанского университета наверняка поймут о каком общежитии идет речь бытовые условия конечно были непростые да скажу честно это вам не деревне университета в эти условия но все-таки в свое время это было интересно вполне естественно да но сейчас уже мы как говорится прошли этот этап или наши студенты вырастут пройдут этот этап и с теплотой будут вспоминать свои студенческие годы и жизнь в общежитии я думаю нашим зрителям будет интересно узнать и о нашем глубоко уважаемым ведущим одном из лучших наших студентах владимире игоревич и я зачастую к нему именно так обращаюсь потому что с володе мы являемся экспертами о региональном этапе всероссийской олимпиады по истории учителем истории действительно хотел стать из класса 6 и что самое интересное сразу в казань вот это какое-то наваждение в 8 классе я побывал в казани я сам не казанец не из республики татарстан я вообще из астрахани далекий южный город и в восьмом классе я побывал здесь на экскурсии вместе с классом со школой и влюбился в этот город невероятно чистый красивый благоустроенный и были была возможность поступать и в москву но действительно между москвой и казанию выбрал казань ну и считаю что совершенно не промахнулся попал куда надо все подготовлено я думаю можно уже начать жарить давайте пришло поменяемся с вами местами начнем с лука вот у нас здесь замечательное масло ленар фергатчи мне интересно вас узнать все-таки о золотой орде говоря наверное самый значимый письменный источник вид до письменных источников по золотой орде это ярлыки что нам известно о ярлыках так но к великому сожалению ярлыков сохранилась не так уж и много да а что такое вообще герою мы имеем дело с копиями ярлык это ханский документ до документ который исходил от хана официальный документ и ярлыков но оригиналов практически не сохранилось потому что собственно золотордынских источников сохранилось очень мало ну вот есть в том числе копии ярлыков да есть ярлыки более позднего периода это 15 век когда уже золотая арта находилась состояние упадка есть так называемые битики письма которые исходили от хана ну и конечно же сохранились копии ярлыков русскому духовенству если говорить о ярлыках казанского казанских ханов сохранился оригинал ярлыках а на сахиб гирей который ныне хранится до из крымской династии героев хранится он ныне в национальном музее республике татарстан и датируется 1523 годом ну и есть сохранилась но точная копия можно так сказать ярлыка тахтамыша бег хаджи который датируется уже концом 14 века ну и как я уже говорил есть собрание ханских ярлыков русскому духовенству да вот эти ярлыки давали привилегии русского в том числе налоговый иммунитет кстати говоря о володе достаточно интересная статья на эту тему да и володя может компетентно подключиться к нашему разговору ну да действительно было удивительно узнать что например в сарае столице золотой орды была православная епархия мы конечно знаем еще из естча денисхана что монголы и золотоордымцы они были веротерпимыми но уже с приходом хана узбека наверное какие-то начались проблемы ну я не скажу что здесь володя имеет ввиду то обстоятельства что приехали узбеки золотая орда в качестве официальной религии да можно сказать в части даже государственной религии принимает ислам нет я думаю что никаких гонений не было но вполне возможно что на бытовом уровне какие-то конфликты бывали они случаются и на современном этапе я считаю но вот например узбек предоставлял полную свободу миссионерской деятельности и для католических священнослужителей ну и я считаю что это было бы не совсем разумно для сохранения власти для сохранения единства государства преследовать по конфессиональному признаку в целом для династии чингизидов это не характерно но лук у нас поспел я думаю можно уже закладывать картошечку или на фиге почему вообще золотая орда вот вы уже сказали что мир косым абдуллахат точно правил во многом да но не только же он они не только он дело в том что я учился в конце 90-х 90 в 90-е годы в татарстане наблюдался всплеск интереса к национальной истории в особенности к истории золотой орды и чем также был обусловлен этот интерес тем что в течение долгого времени история золотой орды изучение истории золотой орды была под определенным запретом казалось им историкам же вообще запретили изучать первую очередь здесь можно вспомнить известное постановление 1944 года где не рекомендовалось изучать золотоордынскую история на историю волжской булгарии ну и соответственно отчасти именно этим обусловлен мой интерес к золотоордынскому наследию ну и должен сказать к сведению наших зрителей и володя тоже проявляет немало интерес к истории культуры золотой орды у него даже есть специальная статья которая называется золотая орда и сарайская православная епархия евразийское преломление но история создания этой статьи она действительно очень интересная она выросла из семинарского доклада как-то иногда бывает когда равиль равилович фахрудинов да мой преподаватель предложил мне подготовить на эту тему доклад и я увлекся почитал летописи почитал какие-то источники византийские и вот написал такую больше обзорную статью конечно про то как эту епархию воспринимали других странах внутри самой на самой руси золотой орде православной церкви относились в принципе с пониманием с пониманием и использовали чаще всего в своих целях потому что это связи с византии в первую очередь православная держава и что самое интересное был один сюжет с мамлюкским ханом потому что византийцы имели с ним взаимоотношения и для того чтобы не ссориться с мамлюкским ханом вот как раз использовали православную епархию для поддержания связи с византией и в обход вот как раз с египтянами грубо говоря да вот с государством на территории современного египта еще молоде я думаю можно добавить что именно в золотордынский период русская православная церковь достигает пика своего могущества до эпоха расцвета приходится именно на а 13 14 и политического и экономического да давайте еще можно отметить что володя у нас родом из астрахани да а на территории астраханской области находится знаменитые селитренные городище она археологический памятник федерального значения на место где располагалась столица золотой орды грандиозный надо сказать памятник и студенты нашего университета ежегодно феологи первого расхода да потому что наш университет задействован по всей россии да и в астрахани мы тоже ведем уже давно надо сказать активную работу и кстати я лично тоже дважды участвовал а в этих экспедициях самоздельское городище было опасно нет в лапасе не посчастливилось да очень бы хотелось но и селитренные городище но мы вместе с археологами со студентами до жили в палаточном городке это тоже дорогого стоит я студентам на лекциях а всегда об этом рассказываю ну и володей я думаю да можно приступать к салату это любимый студенческий салат колбаса сыр помидоры майонез обязательно сейчас мы все это нарежем совместим и будет очень вкусно быстро калорийно полностью с вами согласен давайте тогда вы на себя помидоры возьмете а я например сыр а где сейчас находится большая часть источников золото-аргинского периода в древних актах эти источники они разбросаны по разным библиотекам архивом и музеем вот если говорить об актовых материалах большая их часть ярлыков крымского ханства до одного из значимых крупнейших наследников золотой орды в санкт-петербурге в институте востоковедения и в том числе тот же ярлык или копия точная копия ярлыка тахтамыша бекхаджи мне тоже приходилось там работать ну и конечно же значительная часть источников находится за рубежом потому что в значительной степени историю золотой орды мы пишем на основе данных авторов зарубежных авторов да и это конечно же сказывается на получиваться орды ну потому что это связано со слабой сохранностью собственно золотардынских но надо исходить из того что золотая орда прекратила свое существование архивы были уничтожены все что было все все эти документальные источники до архивные материалы мы можем с уверенностью говорить о том что дело производства в золотой орде было достаточно развитым и все это сгорело вследствие войн да и времени щадит бумагу да именно в золотоордынскую эпоху стали активно использовать бумагу и в том числе бумага проникает на территории россии именно в этот золотоордынский период его же позиционировали как дикое варварское отсталые государства которые в принципе не достойно существования а тут совершенно меняется картина да и но может быть на первых курсах может быть и критик критики не хватало до критического мышления а ну а сейчас я понимаю что это типичное средневековое государство которое существовало в принципе не так мало надо сказать несколько столетий и это отчасти говорит о том что система власти или организации власти уже достаточно эффективны до если обеспечивала функционирование на протяжении многих десятилетий но и конечно же вот долгое время историю золотой орды демонизировали но это уже связано с политикой это связано с идеологией но отчасти это тоже вполне естественно нормальное явление потому что у каждого государства должна быть своя идеология и это идеология в значительной степени опирается на историю мы уже порезали колбасу и сейчас мы перейдем к приготовлению гренок я думаю да ленар фергоч хлеб ваш да и он не только простой но и сытный учитывая то что учитывая такие ингредиенты так давайте немного в каком состоянии сейчас вообще степень изучения золотой орды подвижки какие-то по сравнению 90-ми конечно есть серьезные подвижки вот у нас есть целые отделы в том числе у нас татарстане и институт институт археологии институт археологии и конечно же институт международных отношений сотрудники нашей кафедры активно занимается изучением золотордынского наследия ну и надо сказать что татарстан и казань является одним из значимых центров научных центров по изучению истории и культуры золотой орды а еще какие-то центры по стране конечно же ну традиционные центры для нашей страны это россия это петербург в казахстане в последние годы активизировалась изучение золотордынского наследия вот мы с вами говорили говорили про ярлык да насколько это золотордынская новация или похожее что-то было в европе веры как исторический источник то что-то принципиально иное но скорее всего это влияние китайской культуры но и но скорее всего монголы эту традицию заимствовали у ульгуров ульгуры это тюркоязычный народ которые и ныне проживает в центральной азии и вот ульгуры они славились своей высокой культуры своей письменной культуры и не случайно первоначально монголы пользовались именно уйгурским письмом до официальным письмом в монгольской империи первоначально был именно уйгурский шрифт до ульгурское письмо и уйгуры играли ключевую роль в вот в сфере делопроизводства первые писцы канцеляристы были именно из уйгур это подчеркивают все современники какие еще виды источников можно выделить дневники но письма к сожалению есть так называемые битики да это письма послания давайте закинул сквозь на послание золотордынских ханов ну и есть отдельные надписи на остатках керамики да есть знаменитые берестяные тексты можно сказать к сведению наших зрителей что но вот как ни странно бересту активно использовали и в золотой орде вот на территории саратовской области было обнаружено погребение очевидно того же песца в этом погребении была была небольшая книжица берестяная книжица с текстами поэтического характера да и что что характерно эти стихи были написаны на ульгурицы как тюркским так и монгольским языком то есть писец или автор был двуязычным но билингвизм он очевидно был очень распространенным явлением а в таком поле культурном полиэтничном государстве как золотая орда картошка у нас практически дозрела гренки уже поджарены ленар фигурович предлагаю дорезать колбасу с удовольствием и задам вам сразу вопрос как современные студенты есть какие-то изменения вы их ощущаете по сравнению например с предыдущим пока ну я полагаю что студент он во все времена студент в силу того что это известный возраст да что это молодые люди что это самая лучшая пора в жизни человека не побоюсь этих слов студенты у нас молодцы она бывает конечно же разные но в нашу университет как правило поступает лучшие абитуриенты соответственно нас очень хорошие студенты и замечательные выпускники ну и наши студенты проявляет активность во всех сферах жизни да и организует всего всевозможные культурно-массовые мероприятия активно участвует в волонтерском движении ну и конечно же делают успехи в в учебе ну и надо сказать вот повторюсь володя один из лучших наших студентов он постигает азы педагогического образования не только в теории но и на практике как вам школа школа это конечно очень интересный опыт особенно когда входишь в класс еще до не до конца дозревшим до этого да есть равно какой-то моральный такой конфликт внутри происходит вроде бы ребята а с другой стороны не так далеко от тебя по возрасту находится но это всегда становится причиной для поиска каких-то интересных активностей вот что я замечаю молодой педагог это педагог который не устает искать новое и в предмете и в детях и пытается их заинтересовать даже если они думают история не нужна история дайте математике еще 2 3 5 но нет ходит с удовольствием на историю и там находит что-то для себя и математическое ну и историческое да вот в таком сочетании рождается новый сплав очень интересный опыт я благодарен за это конечно и казанского университету и лицеинтернат номер два у нас уже дошли гренки осталось их добавить салата в салате у нас к слову помидоры сыр колбаса гренки и майонез сейчас мы все это заправим и будем ждать когда дозреет картошка да у нас получается целый званый студенческий ужин да будет вкусно и сытно так вообще очень интересно я замечаю феномен столовых для студентов я знаю что очень многие студенты ходят столовую вы студенческие годы в столовые не ходили ну конечно дешево и сердито по-домашнему по домашнему перемешивайте салат ленар ферга чая пока подсолю картошку и будем ждать до приготовления конечно же в каждом государстве у каждого народа есть своя культура питания были очень интересные блюда и в золотой орды ну здесь следует конечно же сказать о том что значительную часть населения золотой орды составляли намады кочевники соответственно в их рационе преобладала мясо молочная пища но в летнее время они предпочитали есть кисломолочную продукцию они только питались мясом как некоторые у нас думают да что вот кочевники едят только мясо отнюдь отнюдь они больше предпочитали именно кисломолочную продукцию и кстати говоря очень неплохо переносили голод на это обращают внимание современники что постоянные же кочевья надо для расстояния а мы с вами голодать не будем давайте попробуем нашу замечательную картошку с удовольствием картошечка жареная если вам как и нашим героям уже кто-то почистил картофель то берем и нарезаем его небольшими брусочками репчатый лук в идеале мелко шинкуем лук обжариваем на сковороде на растительном масле а затем добавляем ломтики картофеля кстати воду лучше слить заранее иначе придется ее долго выпаривать но в любом случае блюдо получится вкусным потому что картошку трудно испортить справится даже первокурсных салат студента археолога ветчину и сыр нарезаем небольшими кубиками а помидоры дольками ломтики батона режем кубиками и обжариваем на растительном масле конечно можно взять готовые сухарики из магазина но мы как истинные археологи не ищем легких путей вырытый на раскопках селитриного городища сосуд складываем все подготовленные ингредиенты ну а если еще не успели нарыть то можно использовать просто глубокую салатницу заправляем салат майонезом уж куда без него перемешиваем и салат студента археолога готов ну предлагаю раскладывать давайте тогда вы наложите салат а я картошечку на у нас уже подошла спасибо вам большое за визит в нашу кухню сегодняшнюю был очень рад с вами побеседовать на такую интересную тему так но я со своей стороны выражаю огромную благодарность за то что вы меня пригласили да действительно прекрасное начинание я думаю у вас будут и в дальнейшем не менее хочется надеяться более интересные гости да конечно мы и дальше будем приглашать нашу студию самых разных специалистов чтобы погрузиться во все аспекты истории международных отношений политологии социологии самых разных научных дисциплин давайте пробовать так давайте пробовать прекрасно очень вкусно да и солью очень хорошо вышло а мне показалось что не хватило не хватило ну вот ведь это не проблема лучше не до соли чем я рисовать как вообще похоже на студенческое блюдо вашей молодости ну один в один навыки не утрачены получаются на ну а теперь попробуем со давайте так учиться с сыром салатом все замечательно у нас получился с вами царский студенческий обед напомню историю нашего лозунга готовим это не только про наше кулинарное шоу но и при институт международных отношений которые готовят самых высококлассных специалистов а мы готовим вместе с этими специалистами здесь в нашей студии до встречи через неделю до свидания еда еда и это вы это Субтитры сделал DimaTorzok